Приветствую вас и судьба, в точном значении этого слова есть некая определенная рамочность. Судьба человека – это его предопределенность жизненного пути. Говорят, у каждого своя судьба. Это значит, что каждый идет по своему жизненному пути так, как выходит из его способностей, из его наклонностей, ценностей, идеалов и стремлений. Ну, например, представим себе, что человек, который является альтруистом, а порой предпочитает делать людям добро, он всю свою жизнь сознательную тратит на то, чтобы делать людей счастливыми. Какая у него судьба? Судьба помогать людям. И когда говорят, что, допустим, протоколы человек говорят, что у него судьба помогать людям, у него судьба быть одному, у него судьба быть бедным, и так далее. Все это вытекает из того, что человек делает. Можно сказать, что судьба житейски обозначает некий результат, некую окраску деятельности. То, что мы делаем, превращается в результат, в наш образ жизни. Та деятельность, которую мы осуществляем на протяжении жизни, определяет наши успехи, наши неудачи, наши социальные роли, и наши судьбы познания. Таким образом, несложно догадаться, что судьба, если ее раскладывать на основные части и убрать все мистическое и иррациональное, судьба является, по сути дела, таким огранкой, такой огранкой деятельности, которую человек ведет на протяжении всей жизни. И именно она, его деятельность определяет человеческую судьбу. Как мы выстроим свою деятельность в личной, в деловой, в общественной, в социальной, в личной сфере, такая у нас и будет судьба. То есть, судьба, в узком смысле, это некий результат, некая обратная связь от того, что мы делаем. То есть, вот мы вкладываем какие-то усилия в нашу жизнь, мы предпринимаем определенные действия, определенные поступки. И вот то, что мы получаем, в итоге, результат от этой деятельности и можно назвать судьбой. Думаю, что именно такое определение будет наиболее правильным для судьбы, наиболее верным для ее определения с не научной точки зрения. Ой, с научной, прошу прощения, с научной точки зрения. Потому что судьбе часто придают еще и мистическое отношение. Например, говорят, что у каждого человека своя судьба. То есть, имеется в виду, что предопределено, будучи предопределены какие-то наши успехи и неудача человека. Например, говорят, его судьба быть одному. То есть, в этом случае это означает, что как бы человеку суждено, кстати, слово суждено, это производная от слова судьба. Человеку суждено быть одному, потому что он ведет определенный образ жизни, ведет определенную деятельность. Только с точки зрения ненаучную, с точки зрения мистической и сакральной, судьбу нельзя изменить. То есть, раз начав свою деятельность, человек не способен от нее отойти. Не способен взглянуть на свою деятельность по-другому. Не способен изменить ее принципы, изменить ее направление. Я думаю, что это очень большое заблуждение, потому что на протяжении жизни человек учится по сути делать только одному. В разрезе того, что я говорю сейчас. Человек учится принимать точки зрения других людей, принимать другие позиции, отходить от эгоцентра. Когда мы говорим, что судьба неизменна, мы тем самым взваливаем на человека ответственность за то, что он на протяжении всей своей жизни не может быть способен изменить свою деятельность, свой подход, свои взгляды на жизнь. И действительно, многие люди, некоторые люди, могут этим похвастаться, в кавычках. Они действительно не могут отойти от своих взглядов, потому что это для них слишком стрессово. И в таком случае можно говорить о судьбе как о чем-то неизбедном. То есть о неизбедном результате нашей деятельности. Но если человек отходит от своих взглядов, от своих точек зрения и принимает другие, и сопоставляет их, то можно говорить о том, что судьбу можно изменить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok